Итак, ребята, поговорим о главном, то что мы сейчас делаем, это видео для участников школы, для новых школы spb.ru. Начинайте с путеводителя, познакомитесь и будет понятно куда и что делать, получаете доступ. Обратите внимание, участники школы, мы с вами составляем план отработки кода. Для нового человека, для человека, который приходит в Python, и для него это главное, научиться ежедневно отрабатывать код. Я это показываю на практике, но кроме этого, чтобы это не было впустую, мы въезжаем в классы. Итак, это помещено в раздел разработка, так как здесь мы будем говорить о, говорим о классах Python. И дальше пойдем уже посложнее вещи. Заметьте, что самое главное. Вот возьмем 16 урок. В нем мы с вами все собрали до кучи. То есть, что важно запомнить. Вы новичок, или вы человек, который изучал язык, там не доучил, тут не доучил. Ребят, еще раз говорю. Система построена так, все изучаем на отлично. То, что мы сейчас рассмотрели, что здесь сложного. Мы свели до кучи. Прежде мы с вами изучали участники школы, помните, почему я большое внимание уделил пространству имен. Сейчас легко. Повторили до кучи. Класс создали. Дальше. Создали переменную, создали метод. Все простецкое. Теперь, что должно отложиться в голове и быть на отлично. Первое. Два вида операций. Классы поддерживают. Создание ссылки на атрибут и создание экземпляра. Заметьте, мы начали с сельф. Когда спрашиваешь, что такое сельф. Бля, ой, извините. Каких только ответов не наслушаешься. То есть, один написал, второй у него содрал. Ребята, сельф – это первый аргумент метода. И нам становится все понятно. Но неужели я вас постоянно сейчас учу работать с официальными доками? Да, я не против лезти в интернет. Есть такой пункт. Делайте 5-10 примеров. Но берите за основу документацию. С ней надо работать. Смотрите. Вот я же вам показал. Все просто. Вот мы дошли до сюда. Взяли простой пример. Что я вас учу делать? Расширяйте. Вот есть пример. Что мы делаем с вами? Расширяем. Что понимание. Но понимаем в контексте. И мы с вами рассматривали. Отлично. Контекст всегда на официальном сайте вам просматривается. Смотрим. Сельф. Первый аргумент метода. Иными словами. Именно сельф делает функцию методом. Что такое класс? Мы с вами сначала рассматривали простыми словами. Где-то с Википедии. А сейчас взяли официальное, простое. Действительно. Так как мы с вами прошли пространство имен. Создавая класс, создается новое пространство имен. Новые директории, считайте, если так проще понять. Подумайте о директориях, о пространстве имен переменной. О пространстве имен метода. И когда спрашиваешь, что такое сельф. Ну, я разные ответы видел. Даже не хочу говорить. Портится настроение. Мы прежде уроки делали. И брали официальное определение с сайта Python. Первый аргумент метода класса. То есть, рассматриваем метод класс. И вот мы вошли в классы. Скажите, что здесь сложного? Если идти по порядку. Создание экземпляра. Экземпляр создается как переменная обычная. Знаком присваивания классу. Создается экземпляр класса. Иными словами, что происходит? Дублирование класса. Как это применяется на практике? Очень просто. Заходим на джанка. Ну, для примера. Находим поля. Проматываем. Money to money field. Класс. Money to money. И дальше опции, которые перечислены. То есть, это класс. Или, смотрим. Чарфилд. Ну, просто там, который пример, он есть. И он понятен. Это заголовок. Малое текстовое поле. Где он там делся? Классы везде работают одинаково. Чарфилд. Малое текстовое поле. Смотрим. Это класс. Называется Чарфилд. Имеет два параметра. Один основной. То есть, один обязательный. MaxLed. То есть, длину. Иначе, заголовок как вобьют в статью. Дальше. Ну, давайте перейдем. Выборка методов. Впереди пример, как обычно. Смотрим. Чарфилд. Чарфилд. Все делается то же самое, что делали мы. Мы брали некую переменную. Присваивали классу. Что? Что-то изменилось в библиотеках? Нет. Вот переменная. Name. Просто здесь добавлена модель, где содержатся эти классы. Чарфилд. То есть, создается экземпляр класса. Таких экземпляров можно создавать сколько хочешь. Иными словами, заголовок блога, заголовок статьи. Дальше смотрим. Чарфилд. Хэтлайн. Длина заголовка 255 символов. Длина 100 символов. Ну, сложно? Не сложно. Дальше. Мы с вами рассмотрели, что создается пространство имен. Значит, доступ к переменной var мы проверили. Мы не можем получить. Как мы только пробуем, мы видим исключение. Name.var.isnodefinet. Оно не существует. К методу мы тоже не можем получить. Теперь. Создание экземпляра понятно. Как нам получить доступ к вот этим вещам? Называются они атрибуты. Описано на сайте Python следующее. Значение, связанное с такой атрибут глоссарии. Значение, связанное с объектом, на который ссылается по имени с использованием выражений, разделенных точками. Например, если объект имеет атрибут А, он будет обозначаться как обжит А. Иными словами, в классе все называется какими-то именами. Переменные называются именем. Метод называется именем. Эти имена связываются с областями памяти. Считайте, что одна директория, если так, проще будет. Вот директория. Создается директория... Так, где-то сделать. Создается директория Майн Класс. Это упрощенно, но... Майн Класс. Она создается в памяти. В этой директории мы создали переменную. Создается директория var. Второе. Мы создали метод. Создается наш метод. Два. Здесь, как мы видим, чтобы получить метод два, есть слэш. В Python, в языке программирования слэш, заменяется на точку. Иными словами, принцип тот же. Просто директории для нас видны, но принцип один и тот же. И здесь располагаются данные. Скажите, это сложно? Нет. Теперь сельф. Я не виню Кирилла, но вот такое, да, определение. Ну, слово сельф, это способ описания любого объекта буквально. Блядь! Какого нахуй описания? Ребята, перестаньте рыть интернет. Один болван сказал, второй переснял, третий пошел. Учитесь работать с документацией. Еще раз говорю. Мы с вами что разбирали? Кирилл, тебя не виню. Все ответы одинаковые. И у меня такие когда-то были. Учу работать с документацией. Сельф это что? Первый аргумент метода. Именно сельф делает функцию методом. А потом уже, исходя из этого аргумента, есть такая особенность, как создание ссылки. А про вар все забыли. А тут, а нахрен тут ссылки? Кому они нужны? Знания. Знаете, знания должны быть знаниями. Не надо придумывать. Базу надо знать. На отлично. И тут начинается такая вещь. Одни. Я ж новичок. Подождите. А когда ты собираешься это выучить новичок? Что, здесь что-то сложное? А, а тут начинаем разбирать. Вспоминаем по школе. Начинали мы здесь. Начинали здесь. Пишем, смотрим. Функции питон тотально. Что говорил Бовсуновский? Выучить на отлично. Как выучить? Тоже сказал. Вот. Примерный шаблон. 250. Прок кода показал, как что. Кто выучил, молодец. Кто проделал функции питон, допустим, за день. Ну, что скажу. Садись, дурак, тримай одинку. Спеши, спеши. Чем быстрее, тем быстрее придешь к тому, что станешь, начнешь сначала. Ребята, не надо никакой спешки. Надо вот то, что говорится. Это база. Что такое база? База в языке это то, что не изменяется. Например, берем в Python. Есть название, есть параметры, есть вызов при помощи аргументов. Это никогда не меняется. Это база. Это нельзя представлять, как такое как-то. Это надо представлять четко. Вопрос, как четко. По взгляду считываем параметры. По взгляду понимаем, как вызвать. По взгляду понимаем, какие будут исключения. Именно в этом параметре. Именно при вызове. Их немного. Но извините, за два часа проделов, ну, бляха, Бовсуновский готовил урок несколько часов. Ну, правильно. Поэтому, ребята, то, что говорится, сделать. Теперь начали рассматривать вот эту систему. Показывать на практике то, что я рекомендую. То, что я делаю сам. Система отработки кода. То есть начали делать. И дошли к такому пункту сейчас. Вот, мы его написали себе. Коротко повторим. Иными словами. То, что прошли, надо собирать. Записываем себе в реаль план. Не надо лыпать глазами. Надо просто тупо взять и записать. Вот эти четыре вещи, как план, который вы проделаете. Я же, заметьте, я это дублирую. Работаем с документацией. Дублируем план. Да. По-другому-то не получится. А что ж вы думали? Приходит человек и говорит. О, я закончу курс за три месяца. Буду специалистом питом. Я бы сказал, кем ты будешь. Ребята. Ну, ведь реально стать профессиональным разработчиком в течение года-двух. На Python на любом языке. Если делать, как говорю. Какая задача новичка? Выучить типы данных. Вы разобраться. А что такое класс? Ну, это шаблон. А что такое сель? Ну, это описание объекта. Блядь. И знаете, вот иногда такая злость берет. Один написал, а второй добросовестно еще добавил, что трудно зайти на официальный сайт и посмотреть, что это сделать по системе. Так вот, новичок. Так вот, новичок. Создай себе план, как ты будешь отрабатывать код. Это твоя задача сейчас. Это твоя задача создать план и работать по пунктам. Что будет происходить? А то, что основное будет откладываться, и то, что непонятно, будет становиться меньше. Умничать не надо. Не надо читать второго дурака, который написал там, что такое сельф, умными словами, при этом не бывая на сайте, а потому что он где-то посмотрел. Это интернет. Здесь можно что хочешь написать. Вам надо научиться одной простой вещи. Работать с доками. Вот к чему я веду. С документацией. Делать в первую очередь примеры с документацией. И именно это весь курс говорим. Итак, дошли до пунктов, которые сейчас запишем сюда. Девятым. Постоянно Составлять мини-план. Сейчас я где-то умел. Урок есть. Пример. Пример. Коротко повторим. То, что мы и сделали. То есть пройдено должно быть собрано до кучи. Отлично. Собрали. Сложного ничего не вижу. Так. Шифт-энтер. Собрали до кучи. Делали несколько уроков. Собрали. Итак. Класс. Класс. Я сначала объяснял просто. Какой там нахрен сельф. Кому нафиг нужен этот сельф. Мы-то умные. Нам надо быстрее. Вот тебе класс. Вот тебе наследование. А потом. А потом начинает некий инет. Некий сельф. Оно путается. Что это за хрень. Кто это придумал. Я тут наследованием занимаюсь. А тут какой-то сельф выходит. Путается. Непонятно. Две подчеркивания. Потом я судорожно ищу. Что это сельф. Там. Смотрю. А там оказывается пишет Вася Пупкин. Что это там. Это вообще хрень. Никому не нужна. Это описание любого объекта. Ну. Все. Все. Васю Пупкина. Ой. Не дай бог. Не дай бог. Так вот. Зашли. Смотрим. Ну да. Я просто по примеру. Ну так любой материал отрабатывается. Посмотрели. Мы с вами основательно разобрались в пространстве имен. Когда мы его понимаем. Проверили на функциях, на переменных. Все. Посмотрели. Что сложного. Создается новое пространство имен. Локальная видимость. Мы с вами это четко уже понимаем. Отлично. Проверяем. Ничего не верим. Все проверяем. Вар. Действительно. Нам и вар. Иснулифинет. Нам и мета 2. Иснулифинет. Не существует. Как передается информация в классах. Ссылка на атрибут создания экземпляра. Итак. Создание экземпляра. Как переменное. Вообще. Лус то. Не лус. А. Знаете. Как сказал. Основатель языка. Чтобы использовать класс. Надо создать экземпляр. Копию. Клон. Я уже показывал. По. Джанга. Что делаем. Создаем переменную. При помощи знака присваивания. Берем наш класс. Mine class. Все. Проверяем. Mine class. Сначала берем. Вот так проверяем. Что то не заработало. Но с экземпляром все начинает работать. Пожалуйста. Вот. Ссылка на объект. Вот ее адрес. Пожалуйста. Вот. 7 получили. Так. Так. Вар 7. Ретран вар. Да. Вернут 7. Все правильно. Ну. Дальше. Что надо знать. В начале работы с классами. Все верно. Ссылка на атрибут. В классе все привязано к именам. Имена имеют ссылки на атрибут. Имена имеют. А что делает народ? У них сельф все имеет. Остальное все нахрен ничего не имеет. Имена имеют. Если сельф однозначно обозначить, а вар тогда на что имеет, но на что же имеет ссылку? Надо тогда говорить полно. Сельф согласно официальному сайту это первый аргумент метода класса. Три понятия у нас новых появилось. Метод, класс, аргумент мы знали. Передается автоматом. В том числе является ссылкой. Но ничего он не описывает. Он ничего не описывает. Он просто создает ссылку на область памяти, на директорию. Но при этом вар тоже имеет ссылку. Поэтому правильно я буду сказать. Создается локальное пространство имен. Профессионально скажем. Мы с вами его изучили. Вызываем, чтобы получить доступ к переменным, либо методам, находящимся внутри класса. А правильно сказать, находящимся в локальной области класса. Потому что это и есть локальная область. Что надо сделать? Читаем определение. Значение, связанное с объектом, на который ссылаются по имени. С использованием выражения, разделенных точками. Объект А. Если объект имеет атрибут А. Иными словами, все банально просто. Все имена в классе называются атрибутами. Мы не можем получить, так как мы с вами ранее изучали локальное пространство имен. То есть, попробовав получить просто на переменную вар, мы получаем исключение. Переменный вар не существует. Правильно. Потому что она существует внутри класса локально. То есть, она доступна для имени класса. Майн класс. Если мы создаем экземпляр класса, то мы клонируем класс. Далее. Как нам получить? Все очень просто. Мы просто берем экземпляр класса. И переменную. Имена внутри класса, которые могут быть присвоены любым объектам, переменным методом, называются атрибуты. И доступ получаем к ним через точку. Называется еще точечная иннотация. Майн класс. А майн класс у нас. Мы создали экземпляр класса. Обсуждали. И вар. Варябл. Правильно? Да. Вот наш класс. Мы получили значения, которые сами написали. Варябл. Кроме того, на сайте Python написано. И к другим атрибутам. Вот. Все записали. То есть, если нет атрибута, дальше поговорим. Это мы рассказывали. То, кто начал с этого видео, ему будет непонятно. Но для участников школы будет понятно. Мы использовали метод Дир, чтобы почитать методы. А теперь давайте сосредоточимся. Ребята, повторили. Что-то сложное здесь. Скажите, а что на потоп оставлять? И какая здесь разница, я новичок или я там когда-то не доучил. Пытаюсь, пытаюсь учить язык, но писать не получается. Потому что надо по порядку, потому что надо по системе, потому что базовые вещи надо писать код. Не пролетать. А чтобы встал из-за компьютера, вышел на улицу, пошел в магазин и мог себе это представить. Если не можешь, садись дальше пиши. Но не беги вперед. Твоя задача, качество. И писать с первого раза. Отлично. Возвращаемся к нашему реальному плану для участников школы. Следующим пунктом мы можем сказать, постоянно составлять план мини. Что он должен включать при системе отработки кода. Первое. Обязательно повторение пройденного материала. Коротко. Сели вечером. В одно действие, как я вам показал вот здесь. Прописали по памяти. Прописали. Прописываем всегда следующим образом. Написали, работаем с классом. Перечислили атрибуты создания экземпляра. Далее вслух себе говорим. Атрибуты являются то-то. Экземпляр так-то. Получили исключение. Получили ссылки. Прописали. Две минуты. Ага. Понимаю. Действительно. Я не комментирую. Оставляю это на вас. Комментирование кода. В данном случае вар это атрибут. В данном случае метод это атрибут. В данном случае комментируем. Создание экземпляра класса. В создание же присваиваем переменный нужный нам класс. Сразу проверяем. Проверьте. Если мы убираем скобки, то тоже что-то происходит. Все отлично. Почему надо комментировать? Это у нас был предыдущий пункт. Почему надо комментировать код? Потому что, ребята, если вы не комментируете код, то писать вы точно не будете. Вы будете понимать код. Вы будете искать некие ответы. Но вы не будете соображать кодом. А как вы будете соображать? Давайте попробуем взять ребенка и не учить говорить. А ничего, лет 18 пройдет, потом заговорит. А почему-то ребенок учится говорить, потом идет, изучает букварь. Постепенно. А вы не собираетесь? Как вы будете выражаться кодом? А только одним способом. Тупо. Берем и начинаем комментировать свой код. Пусть криво, пусть косо, но, по крайней мере, вам понятно, что происходит. Это все подшлифуется. Важно это начать делать. Если мы не комментируем код, вопрос. Как вы будете читать документацию и понимать? Как вы будете передавать мысль? Как вы будете продумывать мысль? А, ну я потом как-то. Ага, а не получится по-другому как-то. Ежедневно написали. Написали, прокомментировали. И так придет навык. Что сложного? А-а-а, это же работать надо. А что такое язык? Ну, три месяца курсы пошел, ему дядьку послужил. Все, бесец, я программист. Сказал бы я. Бери лопату и программируй. Поэтому что? Не умничаем, а начинаем комментировать код. Пошли дальше, что у нас сегодня там. Дальше, обратите внимание, это в данном пункте. Мы рассматриваем и нет. В чем смысл? Я всегда говорю, нам нужны связи. Нельзя что-то вырвать, как вот спрашивают, что такое сельф. Это отписание объекта. И все. Наповал. Наповал. Кто написал? А там Пупкин. Пупкин спрашивает. Кто написал? Васькин. А где Васькин взял? А у Петькина? А где Петькин взял? А хрен его знает. А где хрен его знает? А черт его знает. А кто из вас был на официальном сайте? Ой, да там скучно все. Там вообще так умно все написано. Я для этого такие дурны. Оказывается, что нет, все у нас получается. Просто вот эту скучную информацию надо научиться правильно воспринимать. Чего я еще учу. Итак, сейчас следующим шагом мы себе поставили и нет. Почему? Да это, ребята, вообще-то метод. И это то, что основное в классах. А нам же будет легко, ведь вы же функции, как я показывал, уже отлично знаете, правильно? То есть, я же не сомневаюсь. То есть, мы когда проходили, вы проходили функции, ребята, да, вы их прошли тотально. То есть, у вас уже четко по функциям три вещи случилось. То есть, первое, вы любые параметры позиционные, именованные, считываете моментально, проверили себя, да. Вы аргументы вызов тоже все моментально логически у вас и исключения знаете. Ну, вот, я и не сомневаюсь, что вы молодцы, поэтому теперь мы можем приступить к методам. Чтобы у нас не было, як тады, а тады что было? А тады спиздили и не отдали. Так вот, чтобы не было, як тады, то первое, что в задаче нам надо, метод. Нам надо его покрутить, повертеть, понять, зачем нам методы для того, чтобы делать действия, изменять свойства классов. Ну, нам надо природу методов понять. А там, наследование, абстракция, вот это уже действительно пофиг. Почему? Это просто будут по-другому записанные методы, по-разному. А вот природу метода нам надо изучить. Поэтому начнем мы вот с этого. И как раз я вам рассказываю. Нам всегда надо связи. То есть, вот мы будем с вами рассматривать пример. И сразу смотрите, на официальном сайте есть что такое init. А что такое init? Это ж так сложно, ребята. Так, те, кто без пяти высших образований, можете смело уходить со компьютера. Почему? Потому что понять это навряд ли. Это сложно. Сразу скажу, это архи сложно. Итак, что такое init? Это, вообще-то, метод перезагрузки операторов. О, сказал. Еще умнее. Еще один пришел, чтобы уснул. Да, ребята, да не хрен тут понимать. Два нижних, подчеркиваем, впереди, два сзади. Метод, работающий автоматически. Иными словами, не надо его ни обзывать, ни наживать. Надо просто знать, что он делает. Берем. И что делаем? Вот, возьмем пример. Так, желательно сейчас все отложить, не желать. Че там такое? Деда накосячил. Четыре. Вот так. Скажите, пожалуйста. Давайте введем функцию dir. Видим. Хрень какая-то, да? Это методы. Видите? Они все с двумя нижними подчеркиваниями. Я теперь говорю, чтобы не искали в интернете, не шукали. То, что с двумя нижними подчеркиваниями... И не надо делать вот так, не надо, не надо делать вот так вот. При свое значение, там init, например, равно чему-то. И что-то делать не надо, ничего не надо. Надо просто его вставить в любое место кода, и он начинает работать. Он вызывается автоматически. Ну что, ребят, сложно? Скажите. То, что имеет два нижних подчеркивания впереди и сзади, это специальный метод. Называются еще магическими в народе методами. Иными словами, эти методы не требуют объявления. Они просто, когда прописываются коди и участвуют, они сразу делают работу. Иными словами, нам просто надо разобраться, что какой метод делает. И наш код станет фантастически классным. Допустим, если мы берем init, ну давайте проверим, что происходит. А вы сами сейчас ответите все. Читайте. Инициализация. Тип search for account signature. То есть, что мы видим, когда help назвали? Метод init инициализируется автоматически. Создали мы экземпляр класса, либо что угодно сделали. Там, где init прописан, он автоматически сам инициализируется и инициализирует свои параметры. Зачем он применяется? Ребят, да все просто. Зачастую классы нужны с начальными параметрами. Когда вы четко понимаете, вы, допустим, пишете по одному, по второму. То есть, значит, все классы, которые вы будете импортировать и потом наследовать, эти параметры будут передаваться заведомо. Мы дальше будем разбираться. И как мы видим, здесь def, и неважно какому объекту, это не название, либо в коде, либо в функции. Но метод с двумя нижними подчерками, он просто делает работу. В данном случае мы его назвали метод, да, получается, потому что у нас self. Ну и пожалуйста. Взяли два параметра. Дальше. SelfR, SelfI. То есть, я беру атрибуты и присваиваю значения. Одно, второе. Все. Теперь эти значения будут транслироваться, что бы я не делал с классами. Скажите, пожалуйста, я что-то сложное сказал? Я что-то сказал такое, что можно, нужно 10 высших образований? Может, надо объяснять уметь? Можно было умно сказать, это метод перезагрузки оператору. Ну, вам же все понятно, правильно? А вы бы сидели, как бараны, лыпали глазами. Ну, так на курсах обычно говорят. Ну, что, они что-то сами там дочитают, что они там, что-то непонятного. Иными словами, когда мы будем рассматривать метод, мы рассматриваем INIT. И то же самое у вас должно относиться ко всему материалу. То есть, например, мы заходим в Django, да, и начинаем там с документацией работать. И заходим, допустим, выборка объектов, начинаем изучать поля, смотрим пример, но при этом мы не понимаем, что такое Чарфилд, что вот это название поля. То есть, мы не знаем основ, нет смысла, надо рассматривать контексте. Ребята, научитесь это делать. И все, проблемы исчезают сразу. На официальных сайтах всегда есть ссылки. Поэтому и здесь есть ссылка на INIT, и дальше четко ссылка на NEW. Все. Два метода. Придет время, мы серьезно, чуть позже займемся этими методами. Именно отработкой их коди. Ну, сейчас надо две вещи разобрать. Ну, сам принцип называется, по сути дела. Мы должны рассматривать связи, связи, то, что нам дополняет контекст. Нельзя вырывать. Определяем, что принципиально. Ну, это я для себя определил, чтобы вам дать новые классы. Мы расширенно проработаем методы. То есть, по сути дела, если мы зацепились за что-то, то мы должны это рассмотреть со всех сторон, чтобы нам это стало понятно. Этот пункт раньше, этот пункт просто сейчас дублируется. На самом деле, этот пункт и есть коди. Понимать весь код, над которым работаем. Я же это не раз говорю. А что делают многие ребята? А ну, это потом разберусь. Ребята, ребята, вот смотрите. Вы думаете, да? Это потом разберусь. Это потом. А теперь, внимание. Так это же ваша система. С дырками сейчас. Как только вы приняли решение, это потом, это потом, это и есть ваша система на сейчас. А потом будете чесать репу и говорить. Блях, а что такое? Я вот код понимаю, а писать не могу. Так у тебя же система дырявая. Ты ж кусок выдираешь. А-а-а, быстрее надо. Будет тады. Понимаете меня, да? Будет. Чем быстрее бежите, тем медленнее будет. Потому что придется вернуться к началу. В любом случае. Так может проще проходить один раз и основательно. Смотрите. Вот как я вам показываю. Специально же показываю уже на практике. Да, начал рассматривать именно систему. С чего? Система отработки кода. Показываю, что я делаю, да? Что всегда делаю. Готовлюсь к урокам. И когда-то мне пришло, конечно, через годы. Ну, вам-то сейчас пришло. Скажите, ведь это логически, отработать толково один раз. Отработали. Прокомментировали. Ага. Понимаете, что можете выражаться. И это накапливается. Убрали с кода белые пятна. Каждый раз вы смотрите на код, и уже большая часть кода считывается автоматически. Автоматически начинаете размышлять. Начинаем писать сразу. Когда вы собираетесь писать? В пятницу, когда день рождения Ослика, и а? Или после дождичка в четверг. Писать надо сразу. Изучали функции, писали функции сразу. Рассматриваем классы. Пишем сразу классы. Еще раз говорю, не важно, вы новичок или кто-то. Важно базовые вещи знать на отлично. Учить не надо. Надо писать. Вот мы и учим систему. Выработайте себе систему отработки кода. Я учу вас всего лишь работать со справкой. Что отличает хорошего программиста от плохого? Плохой программист будет искать что-нибудь в интернете. Хороший программист будет работать со справкой. Он не будет запоминать. Он просто будет знать, где найти. Как знать, где найти? Ежедневно работать со справкой. Да, сложно. Да, непонятно. Да, трудно. Слушайте, а что вы, кто-то сказал, что легко будет, а? Или вы что, считаете, любая профессия нельзя никакую обижать? Вот, любая профессия требует навыка. А чем программирование другого отличается? А что там? Что там питон? Так питон самые сложные функции. Возьмите GC, возьмите Kotlin, возьмите C. Самые сложные будут питон. Тут много вариантов. О, оказывается, жрёгкий. А что, подождите? Ну, ведь то, что я рассказал, это же просто. Это просто? Просто. Ну, так и следующее будет просто. Только это должно быть последовательно, системно. Заканчивая видео, рассказал много. Рассказал для участников школы, чтобы не торопились. Ребята, огромная просьба и рекомендация. Не, ну, просите, ну, если человек решил, что мне просить? Это же ваше дело, ваше время. Но я бы научился беречь ваше время, да, самому. Огромная рекомендация. Вот посмотрите эти уроки. Да, ваша задача создать систему работы над кодом, ежедневную. Чтобы мышь не проскочила. Тогда она вас, как винты корабля, будет выбрасывать наружу. У вас ничего не останется понятно. Запомните простое правило. У вас однозначно сейчас есть какая-то система. Даже если вы считаете, что нет. Вот это вот. Потом посмотрю. Ай, ну, это не так важно. Это завтра. Это и есть ваша система сейчас. А что удивляться? Поэтому не надо удивляться через год, что вы не пишете. Вы не будете писать. У вас не стремление писать. У вас же быстрее язык выучить. А вопрос, а что вы в языке учите? Мы бежим. Куда? Куда бежим? Для того, чтобы писать на классах, надо изучить тут 10 вещей всего. Но изучить принципиально, изучить хорошо. Ну, трудно? Нет. Вот это и есть задача преподавателя. Рассказать, что, как, где изучить. И научить ученика отличать базу от остального. База, она не меняется. И все будет окей. Это будет ваша система. Посему, еще раз повторяю. Ваша задача на первом этапе создать свою систему отработки кода. Кода, которая вас будет постоянно вести к тем вещам, которые мы говорим. Это осознание кода, размышление кодом, работа с документацией, написание кода, работа с определенными инструментами, как сейчас, типа Юпитера, Жупитер и так далее. Ребята, неужели это сложно делать? Неужели сложно взять и одернуть себя? Вот я возьму субботу, буду заниматься классами, 3 часа. Пропишу строк 400. Так вы же сами будете довольны. Вам же будет приятно, что вы понимаете. Придет это время, когда вы будете писать программы и сложные программы. А мы допишем следующий пункт еще сейчас сразу, который мы потом будем в любом случае проделывать. Пункт 10. Смотреть усвоенный материал на профессиональных библиотеках. Это очень важный момент. Мы не можем опираться ни на Лутца, ни на всю эту литературу. Мы можем опираться в приобретение такого навыка, как правильно писать код. На старые библиотеки, которые написаны профессионалами. Они будут разные, и вы обязательно найдете свое. Но первое, что мы должны видеть, это наш код. И мы с вами это сделаем. То есть мы вот пройдем метод init, а потом пойдем к моему любимому разработчику. Расселу Кейту Маги. Где его там ребята разработают. Это человек, который сведущ и компетентен в любой части Джанго. А Джанго очень крутой фреймворк. Очень сложно написанный. И у него есть второй свой проект. И мы будем смотреть код, и мы должны узнавать экземпляры. Мы должны понимать, что делает init. И кроме этого смотреть, как это делают ребята под руководством Рассела Кейта Маги. То есть учиться стилю. Вот так будем учиться. Это правильно. У меня это произошло. Еще одну минуту отвлеку. Не помню, 10-й год или 9-й. Я открыл позже, может. В общем, я изучал. Изучал там нечто. Тоже изучал там типы данных. А потом думаю, нахренам из этого. Когда же я писать буду? Залез, попробовал Джанго. Что-то нифига не вяжется. Ничего не понятно. А потом смотрю на настройки Джанго. И тут меня пробило. Я вижу настройки. И там вижу. Раз. И там. В этих настройках было такое. И я смотрю и говорю. Это же строка. Это уже, ну, говорю, Света, Света, смотри. Она говорит, что такое? Вот это что? Это, говорю, кавычки. Это не кавычки. Это строка. И тогда я понял в тот момент, что я вижу. Это еще мне тогда дошло. Мы должны все это видеть, ребята. Но на самом деле я не зря сказал. Надо очень четко комментировать. Как только вы начинаете комментировать, вы через месяца 3-4 заметите, что вы уже начинаете размышлять кодом. Почему? Потому что у вас появляется словесный оборот. Как тут правильно сказать? Я не знаю. Ну, вы меня поняли, да? Вы начинаете рассуждать языком. И почему я говорил вот именно о функциях. То есть, представляете, мы приходим к методам. И сейчас будем разбирать и нет. Да? Ну, дальше у нас, да, для участников школы. И нет и методы. То есть, тут тоже много очень вещей. А тут оказывается то, что раньше был материал, да? А ведь мы начали с функции. А мы четко не представляем, что такое параметры. То смысл вашего обучения. Ну, смысл, что вы будете понимать и нет, но вы нифига не понимаете. И вот посмотрели, что это позиционные параметры, да? То есть, что если один не передать, то будет исключение. Один параметр отсутствует. Один аргумент. Если два не передать, то два аргумента. То есть, тогда смысл, то дальше учиться. Смысл, если мы не понимаем. Поэтому в школе обучение построено очень последовательно. И заметьте, мы начали с функций. Потому что хочешь водить автомобиль, садись и едь. Потом уже разберешься, там, как колеса подкачать. Пока едет, едь. А потом разберешься, как охлудающие жидкости долить, как масло там поменять. А сейчас бери и едь. Так вот, функции. Это основная единица. Python, Kotlin, GC. Изучив функции, мы ложим в карманы классы. Поэтому все просто. Все годами уже пришлось. Для новых spb-tut.ru Получаем аккаунт. Если хотите разбираться и идти со мной, будет быстрее. И работаем. Все получится. Пишут у нас все. Все, это значит буквально все. Ну, не видел я людей, которые в моей школе не писали. Не видел. Кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то на работу устроился. Кто-то там свой проект пишет. Кто-то сайт на джанго делает. Ну, пишут все. Это уже от вас зависит. От вашей кропотливости. Насколько вы будете все это работать. Да? Молодцы, ребят. Долговато, нудно. Но, как говорится, не хочется, чтобы вы повторяли ошибки какие-то там. Обманывали себя, что вы учите язык. Мы работаем с тремя языками. Поэтому Kotlin, GC. И вы поймете потом, что вы можете работать, писать на абсолютно любом языке. Все. Продолжение следует.